Здравствуйте, дорогие студенты! Рад вас приветствовать! Третья лекция курса основопрограммирования анализа данных. Мы с вами сегодня будем разговаривать про итерируемые объекты. Курс еще раз повторяю для начинающих программировать. У меня нет такого ожидания, что вы уже все там владеете, все нормально. То есть даже с нуля при должном уровне работы и внимание все должно усваиваться. Итак, сегодня мы с вами повторим для начала, что у нас как работает модель данных в Python. Смысл следующий. У нас есть, я напишу фразу модель данных, мне кажется, я уже проговаривал это дело. Смотрите, у нас есть имена, они есть в разных контекстах. В разных контекстах есть имена. Но тем не менее, локальные, глобальные, встроенные, сейчас не важно. И есть, собственно, объекты. Все объекты в Python имеют собственные идентификаторы. То есть Python делает полный учет всех объектов, которые в интерпретаторе созданы. То есть в данной сущности интерпретации каждый объект получает идентификатор, память. А вот имя, оно является непривязанным напрямую к объекту. Наоборот, когда мы делаем операцию присваивания и говорим, да, вот в тексте программы встречается x равно, ну и дальше что-то там написано. Фактически создается объект и тип завязан на то, тип данных привязан к объекту, а не к имени. А имя ссылается на объект. Когда мы произведем вот такое присваивание, это будет означать, что имя y начинает ссылаться, внимание, на тот же самый объект. Не происходит копирования, происходит, ну просто, да, сослались. То есть я могу проверить, что x не просто равен y. Ну вот это, это логическое высказывание, то есть оно либо правда, либо ложь, да. Но смысл следующий, что они не только равны друг другу, равно-равно, да, это именно сравнение, равны-неравны, и оно будет либо правда, либо ложь. А они еще и можно проверить, является ли он таковым. По сути, совпадают ли, принадлежат ли они одному и тому же объекту. Вот, ну ладно. Значит, короче, смысл в том, что новые объекты возникают, ну, несколькими путями. Можно сконструировать его напрямую через конструктор соответствующего типа. Ну, например, можно сделать соответствующим образом. x равно int. И даже более того, можно поставить пустые скобки. Правда, в этом случае у нас будет создаваться x равный нулю. Ну, то есть, как бы, ну, а кого еще, да, он должен выдумать целое число, да, ну, ноль. Но мы на самом деле имеем свободу вот здесь вот вместо пустых скобок поставить сюда нечто в качестве параметра. Ну, например, строку. Строку. Я, по-моему, это показывал вам, да, но я на всякий случай покажу. Да, например, один ноль, да, допустим, да, или давайте один ноль ноль, да. Да, это символы, это текст, да, а я их отцелочисливая делаю целым числом, да. Друзья, ну, целые числа довольно естественная штука, поэтому мы ими будем пользоваться, в принципе, да, сразу как без ухода в детали, в вычисления. Вот, но все-таки первичным для нас сейчас является, первичным типом данных будет являться текст сегодня. Ну, и числа тоже, на самом деле. На самом деле не так все просто, можно здесь в конструкторе еще вставить основание системы счисления. То есть, если я сюда напишу, что основание равно 2, вот, то тогда у меня будет уже, вот, запятая base, да, равно 2. То вот это вот, это будет никакие не 100, это будет у меня всего лишь 4 в двоичной системе счисления. Ладно, друзья, я что хочу сказать, что объект можно создать, во-первых, сконструировать его, напрямую, ну, либо сославшись на литерал, если это какой-то из стандартных типов, то просто вот написали 1, 0. Ну, у нас это будет воспринято как десятичное число. Да, на самом деле можно сделать не только десятичное, да, то есть я могу вот здесь вот сделать хитрость такую, да, и написать, например, 0, 0, B, ну, тут неважно, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, это что такое? Это двоичное число, вот, префикс такой, литерал двоичных чисел, ну, есть, да, есть они стандартный литерал двоичных, восьмеричных, шестнадцатеричных, есть в питоне по стандарту, ну, то есть просто так можно взять и сделать. Ладно, я что хотел сказать, что есть альтернативный вариант, можно и вычислить. Ну, вот это, между прочим, кстати, я создал, собственно, число 2, да, поэтому давайте сотрем и... Да, я делал уже стиралку свою, ладно. Так, число 2, да, на самом деле, это, ой, 2, прошу прощения, и тоже неправильно, 4, это было число 4 сейчас. Та-дам, ок. Надо научиться подтирать маленькие участки. Ладно, ок, число 4, да, а давайте я сделаю сейчас y не равен x, а сделаем y равен, ну, допустим, не знаю, там, 3, да, можно так? Можно так. Соответственно, у меня будет создан имя y, да, и оно будет ссылаться на объект 3, типа целое число, да, и, соответственно, когда я напишу вот такое вот действие, вот такое вот действие, типа x плюс y, то у меня будет вычислен новый объект. Пока я не задам ему имени, этот объект будет временным, и сборщик мусора его просто съест в первый же момент, как только сможет. Сборщик мусора необходим для того, чтобы очищать, собственно, память от лишних объектов. Про это тоже я должен был рассказывать. Например, z равно x плюс y. В этом случае у меня вычисляется новый объект, да, который у меня в данном случае будет равняться 7. По результатам операции плюс, то есть именно плюс, как операция, я его в кавычки условно возьму, именно вот этот оператор сложения, да, он породит новый объект, которому я задаю имя z, тем самым я спасаю это число от сборщика мусора чамы-чамы, гарпич коллектора. Товарищи, значит, давайте поговорим с вами немножко про, да, присваивание подробнее. Дело в том, что присваивание в питоне, оно очень-очень интересное. Есть присваивание множественное. Оно есть вообще-то и в других языках. Если вы знакомы с си или паскалем, то вы можете знать, ну, конечно, и там тоже есть множественное присваивание. Вот, давайте сейчас одну секундочку, картинка про одинарное присваивание. Мы, по-моему, опять же, все это довольно столько просто, что мы должны были про это разговаривать. Хотя, знаете, есть такая опасность ощущения, ложного ощущения дежавю, такого, что, ой, кажется, что это уже было. И когда на самом деле этого не было, получится, что я чего-то не расскажу. Поэтому лучше, если я повторюсь. Итак, смысл следующий. Что у нас, соответственно, присваивание действует как бы справа налево. Вначале вычислить выражение, потом сохранить его в какое-то имя, да, под каким-то именем, в качестве, собственно, объекта. Вот, ладно, значит, короче, ну, вот здесь вот вычислено, да, х2 плюс 3 и распечатали, соответственно, да. Та-дам! Ой, опять спрашивают меня, доверяю ли я. Конечно, доверяю. Значит, так вот, товарищи, в пространство имен, так вот, когда создается, собственно, функция, то появляется имя. Но если его просто так вот создать, то он скажет, ну, это некий function алгоритм. Фишка здесь в том, что я не вызвал функцию. То есть она является как бы объектом первого типа, ну, она является у нас здесь полноправным гражданином, или, как говорят, да, объектом первого типа. Вот, ну, мне больше нравится first class citizen, первоклассный гражданин. Вот, соответственно, так вот, фишка в том, что мы можем представить вот это вот, как на самом деле оператор присваивания. Ну, слушайте, давайте, что называется, положим это в кармашек и двинемся пока что дальше. Функцию, соответственно, можно вызвать, в этом случае она будет работать как некая, не знаю, мясорубка. То есть мы ей даем что-то, она это внутри каким-то образом перемалывает и возвращает результат. Я замечу, есть некоторое отличие тех функций, которые были с черепашкой. Там функции ничего не возвращали. Это были функции по типу процедуры. Тоже, по-моему, мы с вами говорили и смотрели, что там принт возвращает, собственно, на, например, да. Функция принт, она не предназначена, чтобы что-то возвращать. Но нам нужны в том числе и математические функции, которые именно берут значение, перемалывают и возвращают, да. И вот, собственно, это важно, что мы с такими функциями, соответственно, должны научиться работать. Ну, вот мы можем соответствующую функцию запустить и посмотреть, что она нам что-то преобразовывает, да. Она там, по-моему, всего лишь домножает на 2. Я сейчас поменяю немножко значение и, пожалуйста, она мне это дело вычислила, да. Как она это делает? Ну, вот тут вот было написано, мы же ввели ее как функция, которая возвращает x, умноженный на 2. Вот, да. Ладно. Короче, функция запускается на исполнение при помощи круглых скобок. Фактическое значение параметра, это важный термин на самом деле. Фактическое значение параметра, это, собственно, вот оно, ну вот здесь вот. Это то, что мы передаем ей для обработки. А формальным параметром называется, ну, собственно, вот это имя в процессе ее написания и описания самой функции. Соответственно, делают, как бы, различия фактическое значение параметра, да, и формальный параметр. Например, значение возвращается при помощи return, и результат работы функции может быть куда-то присвоен. То есть мы можем ему положить какое-то имя и дальше с ним работать. Забавно, что мы можем вызвать функцию от результата функции. То есть как в математике мы пишем, синус от арк косинуса от x, скобка закрывается, плюс π пополам, скобка закрывается, да. То есть мы можем делать такие интересные штуки, да, когда мы вкручиваем результат работы функции, сразу используем в качестве параметра фактического значения параметра другой функции. Вот это довольно классная и частая ситуация. Так, теперь давайте с вами про пространство имен. А, ну тут, собственно, вот это отображено, да, что есть некое, как бы, пространство объектов, да, реестр, скажем так, объектов. И у нас, соответственно, когда мы описываем функцию, неважно как, да, есть несколько способов ее описывать, она попадает, собственно, вот в это пространство объектов, да, а имя ей вот присваивается. Товарищи, это мы положили в кармашек, запомнили. Теперь про множественное присваивание. Множественное присваивание вот в этом вот режиме, да, x равно y, равно z, равно нулю, оно есть и в других языках программирования, да, я его называю трамвайным. То есть у нас одно значение размножается, да, и отправляется в несколько имен. Фактически это всего лишь синонимы одного и того же объекта. Они синонимичны, абсолютно равноправные имена одного и того же объекта. Но поскольку объект неизменяемый, то нам безразлично, мы можем, мы не можем поменять значение, но про это дело речь позже. Интереснее выглядит множественное присваивание в так называемый кортеж имен. Посмотрите на эту красоту. x, y, z равно 1, 2, 3. И соответствующие значения отправляются у меня, соответственно, в x, y и z. Да, то есть оно, вот что я туда положу, то так оно и ляжет. Да, ну я здесь их просто распечатываю, как есть, через пробел, стандартный сепаратор, да, но тем не менее. Да, то есть у нас оно непосредственно, вот, поэлементно, да, копируется оттуда сюда. Еще раз, слово копируется не совсем правильное, но не суть. Кортеж, это важное понятие, оно, собственно, в питоне имеет собственный тип, да, и вот, ой, я зря его опустил, надо сейчас отработать. Давай. Кортеж может быть не только у имен, но и у значений. Теперь смотрите, я могу назвать кортеж одним именем и развернуть его. Давайте я это сделаю. Посмотрите, я могу посмотреть на кортеж целиком и увидеть, что он имеет, во-первых, пишется в скобках через запятую, в скобках, хотя здесь, казалось бы, я просто написал а равно 1,2,3. Тем не менее, да, я сразу пачку значений присвоил под одним именем. А вот эта строка тоже не менее интересная. Я как бы развернул этот кортеж, да, его разбросав сразу на три переменные, да. Собственно, еще один момент. Тип этого объекта называется тапл. Товарищи, да, обратите внимание, как это присваивание сейчас произведено, да. Так вот, в кортеж имен можно присваивать, соответственно, не только кортеж, не только тапл. Но и любой другой итерируемый объект. Внимание, новый термин. Может быть, и не новый, потому что я уже, опять же, рассказывал вам про цикл for. Смысл следующий. Есть цикл for, в котором вы бежите по списку и говорите, да еще, да еще, да еще. Пока у нас не закончатся элементы вот этого итерируемого объекта, он будет брать next, 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 да, в какой-то момент, оп, и кончились объекты, да, кончились элементы. Интересно, что итерируемый объект может быть пустым, теоретически может быть бесконечным, да. Ну, в данном случае бесконечный, конечно, приведет к ошибке, то есть у нас просто произойдет зависание, программа сломается, если мы будем реально брать как бесконечный, да. Вот, но обратите внимание, мы можем использовать строку. Во, ну класс, да, то есть взяли и строку без всякого цикла for, взяли и разбросали по буковкам в пять переменных. Но тут есть одна тонкость. Здесь строка была ровно длины пять, и я знал это в момент, когда я писал эту фразу. Это как бы разворачивание или распаковка, unpacking итерируемого объекта, и это произошло вот прям напрямую, да, без цикла for. А вот если длины кортежей не совпадут, и bc равно hello, то, да, никак. Так, товарищи, если можно, технические вопросы по контесту задавайте в телеграм-чате учебного курса. И мне пришли тут пара вопросов от Бесланы и от Дарьи. Я не готов вам отвечать на эти вопросы, занимается этим команда, не я лично домашними заданиями, поэтому, пожалуйста, лучше задавайте там эти вопросы, тем более все получат ответы. Так, двигаемся вперед. Итак, ошибка. Я вас уже учил, что к ошибкам надо относиться внимательно, их нельзя игнорировать. Да, нужно читать, что же вам интерпретатор пишет. Вот интерпретатор, я сейчас перезапущу еще раз, он говорит, value error, говорит, too many values to unpack. Ожидалось три, говорит, expected three. Я могу это исправить очень интересным способом. Ну, и здесь другую фразу. Представьте себе, сколько бы мне понадобилось переменных для того, чтобы это дело распаковать, да. А предположим, мне реально нужно, ну, штуки четыре в самом начале. Да. Первые четыре символа. И можно поставить звездочку. Я назвал звездочка rest. Rest в смысле остаток, оставшиеся. И у меня вот это все остальное, кроме good, ушло в так называемый переменную, да, в имя rest. Кто такой rest? Давайте посмотрим. Type rest будет класс list, да. Видите. Смысл следующий. Когда у вас происходит вот такая распаковка, неважно какого итерируемого объекта, и вы говорите, ну, вот это, 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 это переменные, да, а потом оставшиеся, ему нужно положить много элементов, может быть, правда, их будет ноль, кстати, может, а вдруг окажется длина равна ровно четыре, там будет не good, там, да, да, а, ну, только good и все. Тоже сработает. То есть нужна некая такая структура данных, некий контейнер, внутрь которого можно напихивать много элементов. В принципе, питон мог бы использовать для этого и тот же самый tuple, так называемый кортеж, ну, вот эти в круглых скобках через запятую, но выбрана другая структура данных, она называется список лист. Лист, это очень важная структура данных, это изменяемый, изменяемый контейнер. То есть мы можем менять его содержимое. Ну, давайте про изменяемый список чуть-чуть позже. Пока самое главное понять, что у нас как бы происходит распаковка с запаковкой. Интересно то, что я могу, собственно, местоположение вот этого остатка всунуть в любое место, например, в начало. И тогда, да, а, кстати, в качестве исходного распаковываемого объекта я могу, собственно, использовать список. Здесь это список, поскольку я использую квадратные скобки, да, а квадратные скобки дают мне список. И сейчас на самом деле я могу круглые скобки здесь поставить. Или вообще взять какой-то другой объект, который возьмет мне там числа с 1 до 10. Например, есть такая штука, как range. Да? Ну, давайте доживем до него. Значит, теперь дальше. Принт на ABC, мы видим, что он распечатывает мне 8, 9, 10, последние 3 элемента. А REST, собственно, первые все элементы, они упакованы в список. Да? Вот такая механика этого присваивания. Казалось бы, мы сейчас только про присваивание разговариваем. Так, ну что же. И в серединку тоже можно его вставлять, вот эту вот запаковку, по сути, обратно. Да, вот мы помечаем. Ну, надо сказать, что 2 звездочки быть не может. Ну, потому что иначе тогда непонятно, а куда, сколько класть. То есть в этой вот распаковке-запаковке может происходить только одна. На самом деле, даже здесь можно было бы еще подробнее уходить в детали. Но мы сейчас приостановимся. Пока этого достаточно. Давайте посмотрим на другое. Да? Так, единственное, что, я не знаю, у меня там... Да, чтобы совпали результаты, я перезапущу это дело. Посмотрите на еще одну интересную штуку. Можно распаковать некий итерируемый объект, распаковать в параметры функции. Это очень, очень простая и очень прикольная штука. То есть представьте себе, что у вас есть какая-то функция, вы сами ее написали. Вот вы сделали функцию, и в нее должны попадать какие-нибудь параметры. Икс, игрек, там, зет, да? Ну и она должна выдавать вам какой-то результат. И вы хотите, чтобы эту функцию вызывать с этими параметрами, например, не один раз, а много раз. И вы можете взять вот эти значения, конкретные значения, запаковать их в некий картежик, сохранить их, и вызывать эту функцию вот так. Да? Здорово! Ну, такой механизм существует. Разворачивание параметров функции. Так. Ну что же. Посмотрите. Давайте сейчас про список чуть позже. Посмотрите на вот эту интересную штуку. Да, тут, ну, вот я hello разворачиваю в print вот так вот, используя сепаратор. И у меня можно, соответственно, увидеть, как это красиво развернется. Да, вот так вот. Все символы, не вся строка, а именно все символы строки поэлементно, да, с использованием сепаратора. То есть он именно разворачивает, пользуется тем, что строка итерируем объект, и ее распаковывает, отправляя в параметре print. Вот это тоже замечательный механизм. Посмотрите, ABC, да, сразу это кортеж имен. И мы бежим вот этим кортежем имен, по сути, каждый раз распаковывая очередной элемент вот этого, ну, это не список, нет, вот этого кортежа строк, да, последовательности строк. Соответственно, у меня ABC, да, ABV на следующей итерации, A, A это, соответственно, G, B это D, да, C это E, ну, и так далее. Очень классная, на самом деле, возможность. Как видите, вот эти контейнеры, в которых хранится много элементов, это очень удобная, классная штука. Поэтому с ними надо поосваиваться. И вот таких контейнеров, которые могут хранить произвольные элементы, довольно много в питоне. Их называют, вот это множество контейнеров, которые принадлежат стандарту языка, собственно, Python, так называемый золотой запас. Вот, золотой запас питона, потому что это реально очень удобно. И вот один из популярных, собственно, типов, это тип список, лист. Мы его уже видели, потому что, когда мы пишем там звездочка REST, ну, неважно, не обязательно REST называть, да, когда мы запаковываем обратно при присваивании, то у нас автоматически появляется именно список. Кроме того, опять же, я уже показывал, и видно было, что в квадратных скобках можно перечислять через запятую объекта, и тогда тоже эта штука становится списком. Есть еще один способ. Можно вызвать так называемый конструктор списка. Я сегодня вызывал конструктор int, правда, на доске я это сделал, да. Тем не менее, я вызывал конструктор int, он у меня как бы возвращает ноль. Да, ну, либо интерпретирует строчку в соответствующей системе счисления. Да. А здесь я говорю, лист, сконструируй мне объект своего типа лист. Ну, вот, список, сконструирую мне объект, типа список. А в качестве основы даю ему строку. Но он отнесется к этой строке так же, как к ней относится цикл for. Там внутри конструктора он начнет, дай еще, дай еще, дай еще. Он вытянет из нее все элементы, пока они не закончатся. И каждый элемент, а мы знаем, как строка циклом for пробегается, как список символов. Поэтому у нас каждый отдельно, собственно, символ окажется в каждой отдельной, да. Будет являться отдельным элементом, собственно, списка. Обратите внимание на вот эти пару строчек. Я заодно распечатал результат сравнения списков. А списки можно сравнивать больше. Ладно, про больше либо равно сейчас не будем. Там сложно. И там лексикографический порядок, и он может обломаться. На равенство, соответственно, на все элементы должны быть равны друг другу. Но я здесь воспользовался еще и вот этой конструкцией из. На оператор из сравнивает, не являются ли эти два имени синонимами. Не указывают ли они на один и тот же объект. И, как видите, два равных списка могут быть разными. Равные объекты могут быть реально разными. Потому что список может измениться, в конце концов. Та-дам! Да, конструктор лист не требует никакой звездочки. То есть распаковка вот этой строки произойдет уже внутри конструктора. Мы передаем итерируемый объект прям целиком туда. Ну, это нужно знать, что лист, а там внутри ждет итерируемый объект. Итак, если список строк нужно собрать, склеить обратно в строку. Он у нас готов список? Да, готов список строк. То мы можем сделать это при помощи метода строки join. Обратите внимание, что join это именно метод строки. То есть я вызываю его для строки. А раз это метод строки, значит мне надо строчку. А если бы у меня не было отдельной строчки, значит я ее прямо здесь пишу. Кавычка, кавычка, ну или одинарно, апостроф, апостроф. Не важно, да, в питоне ведь не важно, одинарно или двойно. Так, парочка вопросов я посмотрю. Почему кортеж, а не просто присваивание? Вот, Александр, простите, это надо было раньше мне прочитать, потому что точный момент я прозевал, когда вы спросили. Присваивание множественное, оно именно множественное. То есть у нас еще раз, каждое значение, оно присваивается. Причем важно то, что все значения, которые были справа, они все взяты, как бы подняты в воздух, и мы их после этого кладем. Товарищи, я не встраивал этого в этот учебный курс, по-моему, совсем. И поскольку у нас относительно жмет время, то все-таки, наверное, я не могу прямо сейчас позволить распространиться глубоко про это. Принт, рест, потому что Аршак, смотрите, почему без звездочки? Можно принт и со звездочкой, и без звездочки. Вот смотрите, допустим, у меня сейчас есть А. Я сейчас прямо сюда добавлю ячейку с кодом, вот сюда. И здесь прямо воспользуюсь. Давайте посмотрим, кто такой А. А, сейчас, ну, тут, собственно, показано, что происходит, на кавычках, в кавычках, точках, join, а, и он собирает в одну строчку. Ну, давайте на секундочку сейчас посмотрим, да. Итак, А, давай, дорогой, покажи мне, кто это. А, надо было перезапустить, вряд ли он скажет, потому что я не... А, подождите, нет, вроде как я... Нет, не запускал. Надо сконструировать и запустить это дело. Так, отработали. Отработали, да, С, строка, вот она собралась. Да, давайте посмотрим на А. Итак, видите, да, что А... Так, что он у меня так интересно, странно выдал результат. Yes. То есть А сейчас это вот такой список. Давайте я сделаю принт А. Если я распечатаю А и не сделаю распаковку... Так, звездочка REST, допустим, звездочка. Звездочку вы можете поставить к любому имени. То есть я называю имя REST только потому, что мне так захотелось. То есть вот там, где это происходило, это исключительно мой произвол. Где поставить звездочку? Захочу поставлю звездочку вот здесь, но у меня изменится содержание. То есть у меня именно в B отправится все, кроме, соответственно, чего? Первого и двух последних. Да? У меня распаковка произойдет уже другая. То есть у меня вот это вот отправится в B. И мы это можем наблюдать. А REST это, собственно, вот девяточка один элемент. Да? Понятна логика? Так, товарищи, давайте двигаться вперед, иначе мы кое-чего не успеем. Я хочу вам сказать, что вот это понятие вот этого вот распаковки, да, запаковки на самом деле не сложны. Они довольно интуитивно понятны. То есть я всего лишь как говорю, ну давайте вот, что называется, как это, перебросим раз, перебросим два, перебросим с упаковки. Я не вижу в этом ничего особенного от алгоритмов или чего-то там особенного от синтексиса, очень сложного. Все на поверхности. Картеж выводится в окне выхода. Проверьте, пожалуйста, есть ли у вас вопросы. Вы же можете просто взять и выполнить, и проверить. Хорошо? То есть критерий истины у нас это проверить, запустить в интерпретаторе и посмотреть. Откуда взять список строк, товарищи? Первое. Ну можно, понятно, в скобках через запятую написать, да. Но есть еще один интересный способ использовать сплит. Сплит замечательная функция. Она умеет резать строку. При этом она является методом строки. То есть я ее применяю к кому? Собственно, к какой-то строке. Ну я могу создать ее заранее, да, сохранить, и потом сказать s.split. На самом деле, можно запросить сюда в качестве сепаратора что-то другое, там, двоеточие, запятую. Да, если запятую, то у меня, соответственно, будет вот это вот, да, и вот это вот, правда, включая пробел. Но здесь сделано так, что у меня именно по пробелу, то есть у меня ничего не указано, значит, пробел является стандартным разделителем между элементами, между словами строки. И вот он сделал мне вот такой списочек, да. Пора двигаться дальше. Ну да, запятая, здесь специально сделано запятая пробел, чтобы можно было сделать именно вот так красиво, и пробела не было в начале тот да не ест. То есть разделитель не обязательно, а, между прочим, да, здесь отображено как раз, видите, по-другому. То есть вот здесь и здесь, немножко по-разному. Но я перезапущу это дело еще разок, чтобы вы увидели это и вот в этом режиме, да, и вот в этом режиме, когда он это съест. Можно, на самом деле, прикольно что-нибудь еще, не знаю, по букве Т, да. Эй, дорогой. Вот. По буковке Т, пробел, да, отдельное, да. О, на пробел не ЕС, отдельный восклицательный знак. Ну ладно, на этой веселой ноте мы закончим с вами со сплит и джоин. Они на самом деле очень цены, когда вы работаете с контестом, и данные входят в одной строке. То есть если вам дали два числа, три числа в одной строке или несколько слов в одной строке, то это делается, разделить их можно на список слов при помощи сплит. Сплит. Вот. Так. Срезы. Это тема, которую мы теперь проговариваем про списки. Давайте посмотрим на следующий текст. Ну, вы видите тройные двойные кавычки. Да. Три двойные кавычки в начале и три в конце. Это многострочный литерал строки, в котором, собственно, есть переноска. Переносы строк. И вот здесь мы разбиваем текст на слова. Надо сказать, что стандартный сплит, он все пробильные символы, даже если их несколько штук, он их объединяет. Перенос строки тоже является для него пробильным символом. Поэтому дополнительный пробел ставить не надо. С другой стороны, если там какое-то количество пробелов будет, этот сплит их съест, скажет. Ну, это просто все, все это один разделитель между словами. Поэтому, собственно, я увижу, что у меня words – это именно реально список всех слов вот этого вот текста по порядку. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится. Ну, как видите, запятые здесь тоже будут являться частью этих слов. Ну, просто потому, что я разбивал по пробелам, он же не вникает в русский язык. Он исключительно рубит по пробелам на строки. Сплит он механический, он не интеллектуальный, язык не распознает. Он отличает только пробельные символы и непробельные, и все. Так вот, товарищи, мы можем обратиться к элементу списка, сославшись по индексу. То есть, я могу спросить, там, например, первый, да, и обнаружить, что первое слово долго терпит. Я же помню, что в этой цитате первое слово – любовь. Да, что это значит? А дело в том, что у нас именно нулевой элемент является первым. То есть, индексация начинается от нуля. Ну, впрочем, как и в строках. Срезы списков почти аналогичны срезам строк. Причем можно использовать срезы с двумя параметрами, вот так, word, start, stop, через двоеточие, или с тремя. Соответственно, тогда start, stop, step. В результате, если я сделаю вот такой срез от нуля до девяти не включительно, стоп не включается, да, то я увижу, что последнее слово будет превозноситься, и всего у меня их здесь три, да, шесть, девять штук. Можно бежать с каким-то шагом, да, так, я это перевычислил, давайте вот это тоже перевычислим, да. Соответственно, можно бежать с каким-то шагом, да. Я могу поменять этот шаг, у меня будет по-другому, да. Не, не своего мысли. Да. Можем использовать отрицательный шаг, да, давайте я обратно верну. Отрицательный шаг, ну, в этом случае, если у меня start будет меньше, чем stop, ну, или равен ему, то отрицательный шаг не вернет ни одного элемента. Ну, потому что я буду пытаться идти к большим от меньших, от старта, идти вправо, а stop уже пройден, говорю, ну, что идти, stop уже пройден, как бы, да. Поэтому stop должен в этом случае, если я указываю в качестве шага отрицательное число, stop, по идее, должен быть меньше, чем start. Ну, и в результате у меня с девятнадцатого по, соответственно, шестой не включительно, на самом деле по седьмой, то есть если вот проговаривать, да, либо, если мы берем именно по индексам и говорим, то с девятнадцатого по седьмой включительно, да, шестой не включительно, да, видим. Ну, здесь я сейчас вызываю срез, создается некий списочек новый, да, можно посмотреть на весь текст и вот как делается срез, да. Ноль, это у нас где-то девятнадцать шесть, да. Любовь нулевое, один, два, три, четыре, пять, шестое, седьмое, восьмое, да. И у меня с шестого, ноль, один, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, с шестого, то есть со слова, где у меня это было, а, нет, я прошу прощения, вот у меня с нулевого по девятый, с шестого по девятнадцатый, значит, а, это в обратную сторону, да, не, не, потому что в обратную сторону он не задевает, собственно, слово с индексом шесть, потому что у меня стоп не включается. Поэтому он начинает со слова мыслит. Мыслит, не раздражается, не своего, ищет, не бесчинствует, не гордится, не превозносится, не. Ну вот он, срез такой получился. Короче, можно то же самое сделать с шагом два, например, да, и он сделает списочек покороче, да, он будет бежать через одно, уменьшая индексы, да, ну и в частности мы можем развернуть исходный список. Обратите внимание, что точно так же, как и для строк, можно не указывать содержимое, ну, это, прошу прощения, старт и стоп. В этом случае, сейчас я, вернемся сюда, где у меня, вот, если срез будет положительным, да, вот так вот, то он будет бежать от края до края, от начала к концу. Если же у меня шаг отрицательный, а старт и стоп не указаны, то у меня будет он бежать от конца к началу, да, и вот он в конце долго терпит любовь. Обратите внимание, что списки можно, товарищи, склеивать при помощи плюсика. Вот, результатом является новый список. Ну, слушайте, я на всякий случай взял этот, и idle, да, еще дополнительно в качестве возможности потыкать, да, вот здесь. Да, вот возьмем список явным образом. Один, два, три, да, плюс четыре, пять, шесть. Та-дам, вот видите, они слились. Обратите еще одно внимание, что плюс в этом случае не коммутативен. То есть у нас от переменных мест слагаемых естественным образом меняется сумма. Опять же, точно так же, как и для строк. Да, то есть это логично вполне. Раз это у нас конкатенация, то есть приклеивание к одному другому, то логично. А умножение на положительное целое число работает и дает мне многократную конкатенацию списка самого с собой. При этом, кстати, порождается новый список, да, но вот умножать список на список нельзя. Это приводит к ошибкам, что, собственно, ну, а вы что хотели, подождите, что, а вы чего ждали? Понятно, да? Строчку, кстати, можно разбивать не только на слова, но и на строки. Для этого есть специальный метод split lines. Split lines. Соответственно, я могу сделать список строк и, товарищи, что можно теперь делать, если мы это сделаем? На самом деле, мы можем к такому списку строк бежать, при этом каждую строчку обрабатывать пословно. Вот. Ну, здесь это, по-моему, не написано нигде, да, но я могу добавить сюда, собственно, да, у меня создан, вот они, список строк. Строк, обратите внимание на вот эти пустоты, да, в начале и в конце, и они слегка, как сказать, раздражают. Ну, собственно, можно сделать так называемый стрип, на который у нас, на операцию стрип, которая удалит эти пробелы. Ну, давайте, я не знаю, я, допустим, это сделаю, вот у меня есть lines, да, я могу, соответственно, пробежаться по списку for line in lines. Да, я не уверен, что у меня здесь, покажи, не будем их проигрывать вначале, покажи. Это надо чуть-чуть доживем, давайте, на секундочку, да, я вначале пробегусь при помощи простого цикла for. For line in lines, да, для начала print line, да, то есть не просто распечатать их, а именно вот поэлементно. Разбирая его, ну, вот он каждую строчку напечатал, но он напечатал мне вот эти пробелы. А я мог эту line делать для нее точка стрип. Вот, ну и, соответственно, стрип убирает все пробельные символы и слева, и справа. Друзья, пора разговаривать про, собственно, потоковые образования. Есть такая штука, которая называется списковые включения. На самом деле, они не являются подлинными генераторами, но в литературе, в российских, называют генераторами списков. Это еще один способ создать список, кроме, собственно, конструктора, вот написано генератора, конструктора, неправильно написано. Конструктора лист и прямого перечисления. Списковое включение или лист компрехеншенс. Короче, я могу написать, вот по сути, да, создать новый список строк на основе предыдущего вот таким вот образом. Там я их просто по ходу обрабатывал, а здесь я их именно сохранил, да, то есть я их все вот в этой конструкции обработал и сохранил. Посмотрите на синтаксис этой конструкции, это очень ценно, да. Стрип применен ко всем строкам line из lines, да. То есть вот это выражение вычисляется для каждого элемента вот этого списка, причем в этом выражении я использую имя, которое я здесь напишу. Скажу, что это line, значит, тогда и здесь надо написать line. Скажу, что это какой-нибудь ASDF или FIVO плохо по-русски, не стоит называть эти идентификаторы, да. Вот назову его ASDF, будет ASDF, это имя существует только на время, пока я описываю сам лист Comprehension. То есть у меня вот здесь вот, спрошу, кто такой ASDF, он мне скажет. Собственно, name error, такой штуки не существует, какую вы тут пытаетесь взять, понятно? Ну, лучше осмысленные, чем бессмысленные имена, поэтому давайте я вернусь вот так вот. Вот, line strip for line in lines, и у меня благополучно оно снова вычисляется и подрезается. Итак, в новый список, в лист Comprehensions есть еще одна замечательная возможность. Кроме того, что я могу создать новый список на основе имеющегося и при этом применить к нему некоторое действие, ну, то есть выражение какое-то записать, я могу еще и фильтровать. То есть я могу брать элемент и перед тем, как начинать применять к нему какое-то выражение, придирчо посмотреть, что-то ты мне не нравишься, и просто проигнорировать, не взять его в новый список. А если он мне понравится, то я его возьму. В этом случае выражение будет выглядеть вот так. Я уже работаю с подрезанными строками, в которых пустое пространство слева-справа уже убрано. С ними ничего не делаю. То есть я их сохраняю в новый список filtered lines, как есть. Никакого дополнительного метода вот здесь вот не указано. Ну, я могу его добавить. Но самое важное, что я здесь могу добавить фильтрацию по какому-то принципу. Например, if любовь inline. Поскольку слово любовь у меня было только в двух строчках из четырех, соответственно, вот они, эти две строки. Да? На самом же деле я мог вот здесь вот что-нибудь, например, вызвать. Ну, вот есть такой метод upper. Он все символы строки повышает верхний регистр. Я здесь запущу это только для того, чтобы вы увидели, что он действительно применяет, собственно, это действие к соответствующей строке. Ладно, давайте двинемся вперед. Можно одновременно фильтровать элементы списка и применять вычисления к каждому из отобранных. Ну, я про это сказал, прошу прощения. Вот я немножко опережаю. Я же помню содержимое. И немножко опережаю. Значит, ну, здесь они, наоборот, к нижнему регистру приведены. Ну, и изменено условие. If не inline. Не у нас в трех строках из четырех. И все у нас началось с маленькой буквки. Теперь у нас больших букв нет. Видите, да? То есть у нас применение функции происходит к каждому элементу поэлементно. При этом перед этим элемент должен пройти отбор. Так вот, для последовательного поэлементного доступа к любому итерируемому объекту можно использовать, как видите, ну, если последовательно, и вот действовать отдельно, то это цикл форм. А так мы можем, в принципе, просто как распаковка, да? Мы можем сделать там в генератор, то есть обработать и сохранить список, да? То есть бывают такие интересные штуки, такие функции или такие конструкции, в которых у нас итерируемый объект по ходу дела еще и разворачивается. Ну вот, но цикл for, собственно, работает. Опять же, я немножко не в том порядке, но по сути показал, да? То есть я могу вот при помощи цикла for бежать, например, по списку строк. Вот. На самом деле, в конкретно этом случае я мог бы распечатать, собственно, все отфильтрованные строки измененные, у которых понижен регистр, потому что changed там содержал lower. Вот. Я могу в данном случае, ну, просто сказать, да ну, ладно, давай распакую, прошу прощения, содержимое changed and filtered one, да? И дам, добавлю сепаратор. И вот, пожалуйста. Теперь, товарищи, есть кроме list comprehensions, функция, которая называется map. map, она делает почти то же самое. Есть еще одна функция filter. Функция map не имеет отношения к картам. Map в данном случае как бы размапливание, как бы некоторое, ну, собственно, многократное применение чего-то к чему-то. Сейчас будет немножко трудно. А может и нет. Посмотрите. Я могу вставить фильтрацию вот так. Я все говорю не в строке, только мне нужно сказать слово lambda. S не in S. А здесь, соответственно, я даю список, по которому мне нужно бежать. Stripped lines это как раз, да, давайте я поближе сюда. Запущу, чтобы мы посмотрели. Stripped lines это всего лишь раздетые от пробелов строки. А вот здесь я эти строки, соответственно, фильтрую. Да, ну, я опять же, я могу вначале распечатать, собственно, print filtered. Но, вы знаете, я не буду этого делать, если на то причина. Да. Сейчас я пока не буду. Результат отфильтрованных я беру и применяю к нему некоторую функцию. Давайте запустим и проверим, что он у меня. Ну, по сути, я сделаю то же самое, что было сделано при помощи так называемого генератора списка. List comprehension. Да. Так, это, на самом деле, относится не сюда немножко. Это про zip. Сейчас до zip доберемся. А, нет, я прошу прощения. Да, это именно фильтрация. То есть представьте себе, что у меня происходит некая фильтрация отбора. Интересно, здесь по цвету получается, да, интересно, а почему? Это, мне кажется, какая-то ошибка картинки. Короче, смысл следующий. У нас есть некий критерий, да, и мы даем этот критерий, здесь я его даю прям вот так вот. Но есть некая специфика. Дело в том, что фильтр – это именно функция. Специфическая. Такая функция, которая ждет, собственно, итерируемый объект, ну и некую функцию для оценки. И вот я ему всовываю фильтратора, да, то есть того, кто будет принимать решение, и этот, тот, кто будет принимать решение, да, вот этот вот дядька, он должен быть товарищей функцией. То есть мне нужно внутрь фильтра всунуть инструмент фильтрации, который изнутри сама функция фильтрации будет запускать и говорить, ну-ка, а этого, а этого берем, не берем, а этого берем, не берем. Понятна логика, да? И вот он и делает там это, все остальные налево, там девочек берем, ну или наоборот. Да, то есть принцип фильтрации по критерию, который мы ему же и дали. МЭП работает похожим образом, но она не фильтрует, она тоже нуждается в действующем алгоритме, в некоторой функции, которая будет, собственно, жмяк-жмяк и возвращать какой-то результат. Вот здесь вот прекрасная картинка, посмотрите, да, человек стоит на контейнере, это топор, я попросил нарисовать топор, соответственно, у меня есть некая последовательность, да, она как бы двигается, мы берем ее поэлементно и раз, и элементы обрабатываются. В чем ценность на самом деле МЭП по сравнению с листком Прехэншн? Дело в том, что листком Прехэншн должен запоминать все ответы, понимаете? То есть он должен все сохранить, а вот МЭП и Фильтр работают на лету. И это на самом деле очень важное преимущество, потому что тогда мы можем такие вот МЭПы, как сказать, выстраивать в конвейер по типу Тойота. Завод Тойота, где там по запросу, то есть изготовление очередного элемента происходит по запросу. Вот, ну здесь я немножко делал, расписываю, показываю, сейчас у меня там ничего не надо запускать. Запустил уже, отлично. Итак, допустим, да, обратите внимание, что пробежать, соответственно, забытую последовательность второй раз уже нельзя. То есть вот если я один раз распакую такой элемент, такой итериоримый объект, то он мне выдаст свое содержимое, а второй раз он выдаст пустоту. Просто Тойота кончилась, она как бы пустая. Если же я сделаю это же самое при помощи генератора списка, то у меня С это уже просто список. А список можно распаковывать сколько угодно. Он контейнер, он запомнил каждый элемент, но и минус, зато он их все держит в памяти, тратит мне оперативную память моего компьютера. Понятно, да? То есть я вижу повторно сколько угодно раз. Ребята, чем пользоваться, зависит от задачи. То есть вы можете всегда пользоваться, собственно, вот этими листкомпрехэншенами, они достаточно просто выглядят по сравнению с мэп. Они пишутся часто короче, но они все запоминают. Этого может быть не нужно, и это если будет много памяти кушать компьютер, ваша программа, то тогда нужно будет переходить на мэпы. Понятно? На мэпы, фильтры и так далее. Но я бы хотел все-таки начать как раз с не самого примитивного варианта. Да, значит, да, B это класс мэп, а C это класс лист. То есть B это вообще не список, некий неизведанный и тюрируемый объект, да, она исчерпывается и все, один раз. Вот. Ну, собственно, еще раз я вот и говорю, что польза от них большая, потому что их можно встраивать в обработку очень длинных последовательностей, и нам не требуются склады. Да, не требуется все это дело хранить. Вот так. Ладно, давайте еще немножко про функции. Итак, друзья, функции в питоне первоклассные граждане, да, граждане первого класса. То есть, если мы можем с числами, со строками, со списками, мы можем передать их в качестве параметра внутри функции. Вернуть их из функции, сказать, да, забирай, вот тебе результат, это список. То на самом деле с функциями мы тоже так можем. Понятно? Они полноправные граждане. Соответственно, я могу сделать некую функцию, которая получает функцию как параметр. И вызов этой функции с какой-то функцией, а вот это вот, это некая безымянная функция, лямбда-функция так называемая. Про них сейчас еще немножко скажу. И, по сути, трипл-перформер вызывает эту функцию для заданного значения несколько раз. То есть, я ему даю, говорю, вот тебе алгоритм, вот тебе последовательность. Он берет и, не последовательность, вот тебе параметр, да. Он берет и вызывает этот алгоритм несколько раз, каждый раз засовывает ему этот параметр. Ну, я так придумал. Я мог на самом деле написать здесь и по-другому. Понятно? Главное, что я хочу донести, что функцию можно передать просто внутрь вашей функции в качестве параметра. Видите, да? То есть, я могу, вот и передаю ему, вот, а примени вот такую функцию, соответственно, ну и распечатай. Он же печатает там, да, принт значения фанкшена. Понятно? Теперь еще один момент. Мы в нашем самом первом занятии про черепашку делали функции типа процедура, которые ничего не возвращают. Сегодня я уже делал функцию типа там define, да, def. Да и в прошлый раз тоже, по-моему, рассказывал про них. Описание функции, которая что-то возвращает через return. Вот. Но на самом деле def ничем не лучше и не хуже функций лямбда. Но обычно принято функции длинные, сложные описывать при помощи def. Так вот, я могу на самом деле вот это вот то, что было сделано при помощи лямбды, оно может быть описано и без лямбды. То есть я просто могу сделать некую функцию, как трункатор, да, которая отрезает кусок, да. Я triple performer запускаю с трункатором, который мне будет, по сути, возвращать срез строки с нулевого по пятый не включительно, да. То есть ничега... Да? Понятна логика? Ну вот, ну я еще раз перезапущу, чтобы мы это увидели. Так, пока не вижу дополнительных вопросов, мы можем двигаться вперед. Короче, это полная, по сути, альтернатива тому, да, вот так вот. Вот, f равно лямбда от s, а тут содержимое функции, собственно, что она должна возвращать. Она полная альтернатива тому, как если бы я сделал define f, да, def f. Ну давайте я рядышком, опять же, сделаю, вот рядышком, вот здесь, сделаю def, ну давайте назову ее foo, да, от s, да, и она будет, соответственно, return s.upper. Абсолютно то же самое, да, я могу вызвать эту функцию foo. Прошу прощения. Если я спрошу, а чем, собственно, отличается у меня, кто такой foo, да, распечатай ко мне, скажи мне, кто такой foo и какого он типа, да. А еще распечатай ко мне, кто такой f и какого он типа. То, смотрите, function foo, да, класс function. Вот эта функция f, она отличается только тем, что сам объект не знает, как он называется. Но какая разница, знает он, как называется эта функция или нет, сейчас меня не волнует. То есть сама функция считает, что она безымянная. Но я присвоил этот объект имени f и могу им точно так же пользоваться, вызывать f, для чего захочу. Так вот, вот эти безымянные функции лямбда, они очень удобны. Она не оставляет никаких лишних имен в пространстве имен. То есть если мне не нужен потом вот этот рункатор, капиталайзер, зачем я их буду создавать, запоминать эти имена и загрязнять свое пространство имен. Если это проходные герои, то можно проще, можно их взять, создать прямо на месте. И они автоматически, не имея имени, сами эти функциональные объекты будут съедены сборщиком мусора, как только закончится их фактическое использование. Я очень надеюсь. Нет, лямбда это конструкция, которая позволяет описать функцию прямо здесь и сейчас. Давайте я еще раз остановлюсь. Смысл следующий. Когда вы пишете def, что происходит? У вас то, что вы пишете в теле функции, да, какие-то операторы вот здесь вот. Нет, если она длинная, то у вас почти без альтернатив придется пользоваться вот этим синтаксисом, вот таким способом описания функции. Но давайте про простые ситуации. Ну, например, я хочу посчитать, ну, не знаю, там, х в квадрате, я возведу в степень 2, да, ой, простите, не поместился. Я немножко сокращу х. Вот так. О, нет, все равно. Размахиваюсь немножко. Да? Возвести в квадрат. Да? Так вот, что по сути происходит? Вот это тело функции, да, то, что оно, правда, содержит в себе всего лишь только выражение, которое должно быть возвращено, это то, что должно быть вычислено в процессе, собственно, вызова функции. Но функция до тех пор, пока мы ее не вызовем, она это дело не должна реально х какое-то значение подставлять, да? Но вот это полностью идентичная конструкция, слушайте, ну, я вот так напишу, чтобы я не загораживал, да? Полностью идентична следующей конструкции, что я фу, говорю, давайте создадим объект функции отдельно и присвоим этот объект имени фу. И тогда я могу сделать это вот так вот, скажите, я сейчас прямо здесь собираюсь создать объект функции. У этого объекта функции будет один параметр. Если мне нужно будет несколько параметров, не проблема. Давайте, x, y и функция возвращает x, там, не знаю, плюс y, например. Да, пусть будет вот x плюс y значение. Тогда у меня x, y, двоеточие, это означает, что я перехожу уже к телу функции, к тому выражению, которое будет возвращаться как результат. То есть функция лямбда-функция подразумевает наличие return, подразумевает, что будет какое-то значение обязательно. Но это лямбда-функции, они нужны именно для таких вот коротких математических или текстовообрабатывающих функций, для того, чтобы что-то туда вставить. И обычно, ну вот это дело обычно как раз для лямбд и не требуется. То есть если вам нужно функцию на длительное хранение запомнить, то можно вам дефом ее сделать. То есть не имеет смысла. Но в случае, если мы пользуемся map, filter или какими-то еще штучками, где нам нужно дать функцию для того, чтобы функция-обработчик взяла ее как алгоритм и из execution, ну то есть взывала ее с круглыми скобками внутри себя. Тогда эту функцию имеет смысл передать параметр именно как лямбда-функцию, породить ее прямо на месте. Ну короче, вот эта конструкция, вот это по сути будут давать одно и то же. Появление нового имени фу, которая будет возвращать сумму двух значений, передаваемых ему, вот я могу вызывать фу для 1, 2, результатом будет значение 3. По-любому, и там, и там. Ладно, я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Значит так, друзья, нам надо двигаться вперед. Сейчас надо сестреть будет, я посмотрю, что у нас осталось. Ага, короче, поехали работать с молнией-застежкой. Ох, ребятушки, что у меня еще, в принципе, это сегодня припасено. И нумерейт еще, да, окей, ну ладно, двигаемся. Итак, классная, удобная штука для работы с итерируемыми объектами это ZIP. Ну, на мне сейчас обычный классический свитер, pull over, да, который мы стягиваем, да. А бывают свитера или куртки, да, соответственно, у которых застежка. Но надо сказать, что у застежки, которая на вашей куртке, у нее вот эти звенья, зубчики, они не стыкуются друг с другом, а они идут один после другого. Это не так. Для вот ZIP в Python делает кортежи, то есть вот эти сборные солянки, да, именно попарно. То есть нужно, чтобы у меня каждый элемент одного, не обязательно списка, итерируемого объекта сочелся, да, сочетался с другим элементом из другого итерируемого объекта. Посмотрите. Я делаю список имен Алексея Руслана Тимур. Ну, я беру одну строчку с пробелами и делаю точка сплит. На самом деле, можно понимать, что эта строчка могла взяться из файла. Я мог вот здесь вот точно так же взять open1.txt.read.split. Мог, мог вполне. b равно, тоже, на самом деле, эта строка могла появиться вполне себе из файла. Да, давайте я это делал, грохнем и перевычислим. Да, и тоже я тут грохну и перевычислю. Значит, смотрите. И я бегу кортежем переменных, ну, двумя именами сразу, по ZIP, то есть, вот, с скрепленному попарно списку кортежей. На самом деле, довольно поучительно было бы, если... А я сейчас это сделаю еще раз. Я скопирую эту ячейку, продублирую ее. И скопировать и вставить ячейку. Давай. Я хочу сейчас этот ZIP посмотреть как таковой. Но дело в том, что ZIP точно так же, как и MAP, точно так... Нравится вам, да? Это Unicode-овский номер символа. Вот это вот, это, собственно, экранированный косая U. Это способ вставить в питоновскую строчку, поскольку они кодируются в Unicode, но тут можно хоть и иероглифы, на самом деле, вставлять. Вот, если вы знаете его номер в международной, да, универсальной таблице, да, Unicode. Так вот, 2665 сердечко. Значит, товарищи, вот посмотрите. ZIP, AB. Если я спрошу, кто это такой, то он мне скажет ZIP. ZIP это ZIP. Ну, это как, знаете, с Range было. Range, кто такой Range? А, Range это Range. Значит, да, но на самом деле ZIP это объект, который можно дергать циклом FOR. Его можно распаковать, да, то есть я могу на самом деле взять и положить его, ну, я условно сейчас назову XYZ равно ZIP. Я-то точно знаю, что там три имени, поэтому у меня будет три парочки, да. И сейчас, ну, слушай, ну, мне надо было распечатать X, Y, ZIP, print, ну, или давайте, не знаю, в отдельной строке X. А, так он мне не покажет их все. Print X. Эть. Да, елки-палки, что он автоматом скопку мне ставит, а потом не удаляет. Не очень удобно мне это. Print Z. Смотрите, видите, да. Ну, есть еще один способ, как это дело простенько показать, да. Я на самом деле могу его распаковать при помощи, и запомнить, то есть я хочу его запомнить, чтобы повторно потом дернуть, при помощи конструктора списка list. list, да, давайте я назову это каким-нибудь красивым словом парочки, pairs, да. И я просто этот список pairs распечатаю. Ну, поскольку я его запаковываю в список, то он у меня в квадратных скобках печатается, как видите, да. Логично, правда? Видите? Да? Ок? Впрочем, не обязательно, если мне он нужен все равно так, для проходочки, то я могу просто пробежаться. For X in Zip AB. Как видите, X это каждый раз, собственно, кто? Мы знакомы с этим типом. Он сегодня уже появлялся. Это просто TAPL. Кортеж. Слушайте, я прекрасно понимаю, что может быть для некоторых из вас сегодня слишком много названий. TAPL, лист, да, zip, object, map, object, filter. Но на самом деле, ребята, строки есть уже, да. Но ключевым является понятие итерируемого объекта. То есть объект, из которого можно дергать. Да? Брать, 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 брать. И они бывают разные. То есть, например, лист, он запоминает свое состояние, да, полностью. И вы можете многократно оттуда брать. Кортеж очень похож на список. Это почти одно и то же. С тем, что кортеж неизменяемый, список изменяемый. Про изменяемость еще будет разговор, не переживайте. Для меня очень важно, знаете, как живой язык. Вот мне важно, чтобы мы начали разговаривать на языке, да, на вот и разговаривать, и пользоваться. То есть смелее пользуйтесь. Смотрите. О, zip, object, замечательно. По нему можно бежать циклом for. Вот и все. Вот и пробежите по нему и посмотрите. А что если сунуть его в конструктор списка? О, он распакует, будет список пар. А раз это список пар, тогда я могу бежать по нему, как видите, вот так, x, y, распаковывая. Это же удобно. То есть это как если бы у меня на конвейере приезжают сразу, не знаю, два элемента, да, а моя задача дальше что-то с ними сделать. Да? Ну и бросить их дальше, например. Вот for позволяет вот так вот, соответственно, распаковывая, брать, собственно, из одноразового, вот этого конвейерного такого объекта, zip, брать элементы. Кстати, параметр zip может быть вполне, то есть я могу передать в качестве параметра zip, например, тот же самый map. И за счет этого как раз и возникнет вот такая вот, как сказать, структура. Ладно. Красивая картинка. Да? Не знаю, почему они здесь это перевернуты. Не знаю, почему они перевернулись. Смысл в том, что, как сказать, мы их защелкиваем одно с другим. По идее, я полагаю, что, наверное, знаете, почему так нарисовали? Потому что, собственно, змейка, она, когда мы застегиваем, она снизу вверх застегивается, да. Вот. И по сути, действительно, как сказать, если уж эту аналогию проводить с змейкой на свитере, то как бы у нас застегиваются первыми вот эти, да, а эти застегиваются последними. Ну, да, аналогия хромает слегка. Как будто мы змейку на свитере сверху вниз застегиваем. Интересно, почему так не шьют? Ладно. Я знаю, на туристических куртках есть карманы, которые застегиваются сверху вниз. Вот это я знаю. Из встроенных функций, которые тоже являются вот такими вот функциями обработки последовательности, является функция enumerate. Пронумеруй. Она получает некий итерируемый объект. Любой, допустим, список строк. Просто допустим, на самом деле не обязательно. А возвращает пары, и первым числом она будет добавлять число. Первым, прошу прощения, элементом будет добавлять число. И классический способ использовать enumerate, это, собственно, цикл for. И я могу, соответственно, print number и student. И у меня получилось, они пронумерованы. Естественно, что я могу это сделать вместо того, чтобы использовать цикл for. Я могу это делать просто сейчас распаковать. Любой итерируемый объект, даже zip мог на самом деле распаковать print звездочка zip. Правда, еще раз, это один раз, потому что он не запомнит результат. То есть, ну, будет выведено, и все, все объекты потом выброшены. Ну, все распечатали, будет ничего не нужно. Имен не сохраняется, значит, не нужно запоминать объекты. Да, вот, а здесь посмотрите, да, я распаковываю результат работы функции enumerate для слова нумерация. Да, 0n, 1u, 2m, 3e и так далее. Так, я по-прежнему не вижу пока вопросов. Все, все хорошо, мы плавно двигаемся к завершению. Так что вы можете начинать думать, есть ли у вас вопросы. Сегодня моей задачей главной было вас вот в эту тему итерируемых объектов присваивания, множественного присваивания и функций ввести. Ну, чтобы это вас слишком сильно не шокировало. Да, вот это вот конты, такая последовательная обработка на конвейере, конвейерная обработка. Вот, слушайте, тут есть такой момент. Вот сейчас будет взрыв мозга. Вы скажете мне, Тимофей Федорович, вы с ума сошли? Да, у нас, как называется, конец лекции, осталось 10 минут. И можно это сюда, да? Ну вот, а вы сейчас достаете, как это, слона, целый зоопарк. Значит, смотрите. Да, сейчас я достану вам целую библиотеку, которая является стандартной библиотекой Python по работе с вот такими итерируемыми объектами. Это супер классная штука. Вот, и я настойчиво вас прошу открыть интерпретатор и открыть документацию на эту библиотеку, почитать документацию и потыкать, попробовать, взять какие-то итерируемые объекты. И вот некие примеры этого, они у меня здесь есть. Почему это важно? Есть такой раздел математики, который называется комбинаторика. И в комбинаторике есть такие понятия, как, например, Декартово произведение. Ну, я сейчас нарисую, сотру и потом успею еще и показать. Вот, комбинаторика. Так вот, когда вы изучаете комбинаторику как таковую, то вы подсчитываете количество комбинаторных объектов. Я не имею возможности рассказывать вам комбинаторику на наших занятиях. Но она очень важная штука, в том числе для теории вероятности. Так вот, смотрите. Вот у меня, допустим, есть какая-нибудь там последовательность символов строка. И есть у меня какой-нибудь набор чисел 1, 2, 3, 4. Я хочу сказать, а допустим, я хочу взять один элемент отсюда и второй элемент отсюда. Я хочу их паросочетать. Ну, можно так сказать, что это, ну, как некое множество раз и множество раз. Ну, сейчас, сейчас, неважно, последовательность какая-то, да, различных объектов. Я говорю, для каждого этого я хочу каждый вот этот. Сколько существует всевозможных пар, символ и число? Ну, я символ char and number, да? Это один вопрос, сколько? Ну, потому что мы скажем, ну, понятно, 3 для каждого из этих 3, каждый из 4. 3х4, да, 12. А второй, а какие они? Ну, я скажу, ну, давайте, а1, а2, а3, а4, b1, b2, b3, b4, c11, c20, c34, все, я все перебрал, да? Вот эта штука называется Декартово произведение множеств, да? И оно даст мне всевозможные вот эти паросочетания. Хранить их в памяти, если я захочу это сделать, обязательно? Ну, если я сейчас озадачусь самостоятельно, это сделаю, Ну, я могу сделать это при помощи вложенных циклов for, почему нет? Да? Я могу сделать при помощи вложенных циклов for, for, сейчас не влезет сюда, да, вот это влезет, да, вот так вот. For, c in, abc, значит, для каждого из этих, for n in, да, не влезло, пожалуй, чуть-чуть вот сюда, и сдвинемся. Ну, он должен быть вложенным, естественно, да, то есть у меня отступ в вложенность, да, и, соответственно, for n in, и у меня вот здесь вот, вот сюда, я буду попадать соответствующее количество раз. Ну, например, c умножать на n, да? Ок, супер, замечательно, это сработает. Но это не совсем красиво. Мне бы хотелось, чтобы была возможность, как бы, вот эти два множества, что называется, взять и перемножить декартовым произведением, да? А еще есть в комбинаторике другие задачи, например, ну, в математике, в математической, вот когда вам проходите в математике комбинаторику, вас не заставляют генерировать сами эти комбинаторные объекты. А вам говорят, ну, посчитайте, сколько всего, ну, например, способов выбрать дежурных из класса. Ну, класс 10 человек. Чтобы подежурить в классе, надо только двое. Сколько человек вам понадобится, сколько всевозможных способов выбрать двух человек из 10 для того, чтобы они дежурили? Ну, учитывая, что нет того, кто из них старше дежурных, кто младше дежурным, кто командир дежурный по дежурству, да? То есть от того, кто будет выбран в первом, а кто будет вторым, ничего не зависит, мы можем сказать, ну, это ЦИЗН пока. Я, еще раз, я ссылаюсь на целый раздел математики, он не сверхсложный иногда, его в школе проходит, я думаю, что, ну, на, извините, на ВМК, на мехмате 100% вы его знаете, да? Да, но библиотека Eater Tools является ожившей комбинаторикой. Она дает очень много возможностей по генерации, реальной генерации комбинаторных объектов, да еще и экономить память при этом. Потому что есть такое понятие, как комбинаторный взрыв. Если вы делаете вот это декартовое произведение, или начинаете ищить, и сколько всевозможных перестановок, 10 элементов. Вот есть А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Ж, там, H, А, И, К, да? Сколько всевозможных перестановок, то есть в таком порядке, да? Permutations, да? Сколько перестановок? N факториал. Это очень быстрорастующее число, 10 факториал, это ого-го, да? 5 факториал, это уже 120, 6 факториал, это еще домножить на 6 и так далее. Соответственно, хранить все эти комбинаторные объекты в памяти 100% у нас не хватит памяти. А вот обрабатывать их, отфильтровывать, возможно. Компьютеры работают быстро, поэтому это возможно. Товарищи, давайте кратенько посмотрим на эту библиотеку. Естественно, еще раз, я не смогу не рассказать вам про науку комбинаторику от начала до конца. Я не смогу этого сделать. Я не смогу вам сейчас полностью дать обзор библиотеки EtherTools. Но мы хотя бы можем посмотреть. Итак, товарищи, смотрите, да? Permutations из библиотеки EtherTools. Я делаю ее импорт вот так. Импорт EtherTools из IT. Теперь я могу обращаться к ее содержимому после импорта. И что я теперь делаю? Я говорю, давайте поперебираем XYZ как перестановки ABC. Permutations ABC. Ну и распечатывать я их буду вместо перевода строки. Я в строчку их вот так вот распечатаю, чтобы по ним легче было бегать. И у меня, как видите, XYZ с пустым сепаратором, чтобы они слитно были. Да, распечатывали. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Три факториала, шесть штук. Следующий этап, да, вот они, XYZ, да, перестановки ABCDE3. Что это такое? Это, как это называется, выборка три из пяти. Да, ну, Айзен пока, короче говоря, да, недофакториал вот это количество размещений. Но, по сути, это сами размещения, да. Я говорю, дай-ка вот выберу трех из пяти. При этом порядок имеет значение. Да, и вот у меня ABC, ABD, EBE и так далее, да, и всевозможные. Ну, их просто больше, потому что у меня из пяти, да, и оно закончится где-то там на, извините, EDA, да, EDC. Да, то есть он всевозможные их перебрал. Причем порядок имеет значение. А вот combinations делает перестановки, прошу, не перестановки, а так называемые сочетания. То есть вот, ну, задача дежурных. То есть вот сюда вот я могу реально поставить список строк, там, не знаю, Петя, Вася, Маша, Даша, да, и сказать ему, ну-ка, мне всевозможные комбинации, как их можно сгруппировать по два, например, из пяти. Да, и он выдаст мне список всевозможных парных комбинаций, причем не будет повторяться. То есть Маша и Васи, и Васи, и Маша не будут присутствовать, он будет только один из двух вариантов меня бросать. Ну, вот здесь вот у меня, соответственно, из ABCDE, да, комбинации по два. Это так называемый C из N по K. Вау! Правда? Ну, и еще есть combinations with replacement. Здесь мы можем брать одного и того же несколько раз. Ну, это странновато, да, но тем не менее, да, такая штука есть, да, когда мы, ну, как сказать, сам с собой можно дежурить, да, что называется. То есть второй элемент может быть и этот тоже, но исключается повторная ситуация, то есть они не, прошу прощения, если есть AB, то BA нету. Видите, да, BA отсутствует. С B начинаются только вот эти. Ну, ладно, друзья, еще раз, я не могу вам пересказать от начала до конца всю комбинаторику за пять минут, да и вообще за целое занятие даже. Это, ну, наверное, нет, может быть, отдельные там полтора часа я бы вам это рассказал, но все-таки не моя задача. Да? Продукт просто возвращает мне готовую последовательность, соответственно, именно это Декартово произведение, поскольку я дал ему два итерируемых объекта. Результат это пары. Пожалуйста, вот то, что я вам показал, да, ABC, 1, 2, 3, 4. Правда, я здесь сочетал их наоборот, поэтому вначале идет N это число, а потом это уже строка, ну, точнее символ. Понятно? Ну, есть еще в EterTools цепочки, когда у меня есть несколько последовательностей, мне их надо собрать в одну, я могу их запустить при помощи чейн. Я уже только вот позапускаю коротко, еще раз, это исключительно обзор. Я не могу и не собираюсь прям требовать. Почитайте, в EterTools спрятано еще много чего интересного, да? Repeat. Ой, 7 раз, да? Но если не указать, будет беда. Я не буду это дело расшифровывать, тут специально закомментировано, потому что cycle, он будет повторять это бесконечно. Ладно, есть еще одна такая штука, iSlice. Это похоже на функцию range одновременно, примененную, ну или скажем так, выборка из итерируемого объекта, который не обязательно является списком. То есть я могу срезать куски строки по принципу старт-топ-степ. Я все-таки даже не буду браться за маркер, потому что это уже совсем вот самый конец, исключительно произнести. Потому что вот это, это вообще уже факультативно, надо две звездочки нарисовать. Я могу взять у списка, все-таки я махну руками, да? Вот у строки, да? Там S, соответственно, там, неважно, равно hello. Да? Я могу взять срез строки, начиная с символа 1 до символа 5 с шагом 2, да? Вот он, 0, 1, 2, 3, 4, 5, да? Ну, 5-го нету, да? Соответственно, это у меня будет i, l, да? Список а. 1, 2, 3, 4, 5, 6. При этом у меня индексы начинаются от 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. И я могу взять, соответственно, срез, я тоже сделаю то же самое, с первого элемента по 5-й с шагом 2, да? Как у функции, да, я загораживаю слегка и все-таки сдвинусь. С шагом 2. И опять, это что получается? С элемента с индексом 1, да? С шагом 2 по элемент с индексом 5 не включая. Не включая. Поэтому, хотя, вот он вот с шагом 2, но нет. 6 уже не попадет у меня в этот срез. То есть это будет списочек, содержащий 2, 4. 2 числа, да? А что если вот то, что я собираюсь срезать, является, например, map object-ом? То есть я делаю вот такую штуку. m равно map, в которое всовываю лямбда функцию, которая, например, возводит число в квадрат, да? И накладывается, а, например, на список А. Этот map object одноразовый. Но мне нужен из него только каждый второй элемент, причем начиная со второго. А еще надо ограничиться, соответственно, элемент с индексом 5 не включить. Но у него, у map object даже индексов нет. Я, конечно, мог бы его enumerate, в цикле for написать, если то тогда. Но можно, на самом деле, использовать iSlice, ну, вот здесь вот, собственно, например, с вот этим вот map-ом, только тут поле развернутый. Поэтому давайте я вместо того, чтобы сейчас вот, нет, я что-нибудь напишу вот здесь, да? Соответственно, что я могу сделать? Я могу сделать объект, давайте я назову его, is, 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 потому что iSlice, iSlice от вот этого вот мэпа. И говорю, дорогой товарищ, я собираюсь, ну, правда, он из библиотеки, it, да, itertools, iSlice, ты мне, пожалуйста, возьми, возьми мне, пожалуйста, из вот этого map object, из вот этого итерируемого объекта, начиная с элемента с индексом 1, то есть нулевой просто пропусти, возьми второй, да, с индексом 1. По кудо, по элемент с индексом 5, с шагом 2. Он чуть-чуть не поместился, но я написал те же самые, 5,2. Понятно? Ну, здесь у меня с первого по десятый, ну, я здесь у меня все побольше, поэтому я себя опять освобожу слегка и запустим, посмотрим, как работает iSlice. Еще раз, если, конечно, команда не напрягла все свои мышцы, этого, по идее, не должно быть в DZ. Ну, вы понимаете, что не все задачки, не обязательно все задачки домашнего задания делать, можно пытаться, это полезно. То есть, знаете, есть такая вещь, как, то есть вы можете попробовать и сама попытка даст вам некий advance, да. Вот здесь x домножается на 10, да, я беру, вот, начиная с вот этого, с шагом 2, да, ну и, соответственно, я вижу, что у меня, а, ну да, прошу прощения, поскольку начинается от нуля, то у меня десятый есть. Ну, если я сюда поставлю, например, по элемент с индексом 9, у меня у десятки индекс 9, да, то она как раз не войдет, у меня будет, соответственно, по вот это. Ну, принт, просто я сразу распечатываю результат, чтобы сразу его увидеть. Открываем файл с параметром w, вот так вот. Write записывает файл. Вообще, есть еще вариант print, и там в качестве параметра файл, вот так вот, да. И у меня появляется новый файл, вот сейчас он уже появился, файл named.x, я могу посмотреть, что вот, да, там действительно, эй, откроешь, дорогой. О, вот, видите, да. Так, закройся. Вернись назад, еще раз. И давайте еще вот этот вариант, да, когда я print, этот самый, файл равно f, ну, обычный print, но с, не на экран, а в файл. То есть, он выполнился, но результат я не вижу. Почему? Потому что распечатка происходила не сюда, а распечатка происходила в файл. Слушайте, там сейчас будет то же самое, сам текст, сам текст. Еще есть вариант, что я могу через просто символ переноса строки, сделать join всех строк, это у меня будет как бы список строк, и сразу кучу строк, вот таким образом могу туда записать. На самом деле, с файлом f есть много разных суток, есть write lines, так называемые write lines. Соответственно, файл, пока он не закрыт, на диске будет старое его состояние, поэтому файлы желательно закрывать. Либо при помощи менеджера контекста, это было в прошлый раз, поэтому я это дело уже пропускаю. Открываем, записываем, закрываем. Все, товарищи, простите за перетяжку, целых 7 минут я вас мучил дополнительно. Значит, спасибо вам, что вы упорно ходите на наши занятия, что вам не безразлично программирование. В рамках всего человечества, а может быть и МГУ, вы, люди, которым еще что-то в жизни интересно, являетесь, можно сказать, такими передовиками. Поэтому не теряйте надежды, не теряйте желания. Я надеюсь встретиться с вами хоть и виртуально в следующий раз. Последний вопрос отвечу, можем ли мы передать в мэп, получится как в iSlice, правильно? На самом деле можно в мэп, я не совсем понял, а 1,5, там не совсем синтаксис корректно в этом вопросе. Вот так, как там написано, нет, не получится. Ладно, друзья, спасибо вам большое. Если больше вопросов нету, я надеюсь, что их нету. До встречи, среда, следующей недели.